МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я вынуждена сообщить к вам, едет ревизор. Почти по гоголю. К счастью, не ко всем. У нас тоже всё в первом действии. Впервые в эфире руководитель нашумевшей структуры инспекции по труду Татьяна Янушкевич. Сегодня она о функциях, правах обязанных, новых проверках. Кстати, могут идти без предупреждения. И новых штрафов от 3 до 300 тысяч расскажет из первых уст. Здравствуйте, Татьяна. Ну, жёстко у вас, очень жёстко всё. Но тем не менее, узнаем, насколько это оправдано будет. Также сегодня в гранях Лариса Воробьёва, заместитель начальника отдела управления налоговых сборов физических лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области. И с нами также сегодня Виктория Суслова, заместитель начальника управления, начальник отдела платежей в пенсионную систему и защиты прав застрахованных лиц Главного управления Пенсионного фонда в Днепропетровской области. Здравствуйте. Всем хочу искренне сказать спасибо. Огромное спасибо за оперативность и отзывчивость. Это очень не может не радовать, что такие уважаемые структуры смогли оперативно буквально за несколько часов собраться, чтобы поинформировать телезрителей о том, что ждёт их в ближайшее время. Ну и, конечно же, как вы понимаете, Татьяна, больше всего вопросов сегодня будет к вам. Ваша инспекция успела нашуметь и очень много нашуметь. Шумит уже не первый месяц. Но, ну, честно говоря, вы ещё не, собственно, не проступили к проверкам, а вас уже не любят. Вот это меня и заинтересовало. Почему же вас не любят? Давайте обо всём по порядку, потому что, собственно, вас женили без вас, не дав вам слова. Что же такого в этой инспекции страшного, что все её так боятся и все не хотят, чтобы она существовала в Днепропетровске, где такие инспекции есть и чем они занимаются. И берут с нас уже пример другие города. Об этом всём сегодня поговорим. Но, как всегда, давайте с самого начала. Инспекция по труду, городская инспекция по труду. Скажите, пожалуйста, что это за структура? На основании чего она, собственно, была создана? В рамках децентрализации власти в Украине, которая проводится, было принято решение и Верховной Радой принятый закон, внесенный изменением в закон Украины о местном самоуправлении в Украине в части того, что полномочия по контролю за соблюдением действующего законодательства о труде переданы органам местного самоуправления. Соответственно, решением Днепропетровского городского совета от 15 февраля 2017 года было принято решение о создании инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепропетровского городского совета. Таня, можем читать много нормативных актов, я так понимаю, на основании чего? Скажите проще для всех телезрителей, это не приходь депутатов или чиновников, или мэрии, это просто законодательно регламентировано создание такой инспекции в городах? Да, законодательно было принято решение. В связи с децентрализацией, я правильно понимаю? Да, в рамках принятого решения о децентрализации были внесены изменения в статью 17 и 18 закона Украины о местном самоуправлении в Украине. Скажите, пожалуйста, каковы функции структуры? На сегодняшний день принято постановление Кабинета министров, нашумевшее постановление Кабинета министров от 26 апреля 2017 года за номером 295, которая определяет вопросы реализации статьи 259 Кодекса законов о труде Украины и статьи 34 Закона Украины о местном самоуправлении. И был утвержден порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде. Это постановление набрало законные силы с 16 мая 2017 года, и это постановление регламентирует. То есть до этого времени инспекции должны были созданы быть, я так понимаю, раз это постановление набрало действия. Инспекции должны быть созданы в рамках децентрализации. То есть были приняты изменения, внесены изменения в закон Украины о местном самоуправлении, и исполнительным органам городов местного областного подчинения делегированы права о создании таких инспекций. Кого вы обязаны защищать? Что входит в ваши функции? В наши функции ходит соблюдение, контроль за соблюдением действующего законодательства о труде. То есть простых, тех, кто трудится, не предпринимать, работников. Работников. То есть получается, почему вот так вот сбунтовались, потому что предпринимателей защищать вы не будете. У нас есть фискальная служба, которая теперь партнер предпринимателей и работает по европейским стандартам. У нас есть пенсионный фонд, который тоже пытается всячески помогать предпринимателям разъяснять, как правильно трудовые отношения с работником оформлять. Вы же защищаете непосредственно работников. В результате проведения определенных проверок, которые регламентированы этим постановлением, мы можем в случае нарушения действующего законодательства в отношении работников применять санкции. О санкциях? И когда вы их будете уже применять? Поговорим чуть-чуть позже. Скажите, Тань, надо вас бояться? И кому вас надо бояться? Вашу инспекцию? В нашу инспекцию стоит бояться недобросовестным работодателям, поскольку постановлением четко определены случаи, в которых мы придем. Я могу их сейчас озвучить, их не так уж и много. Поговорим о них, о тех случаях, когда вы можете прийти. Полномочия нашей инспекции непосредственно касаются контроля за полнотой и своевременностью оплаты, заработной платы, также касаются контроля за соблюдением минимальных гарантий в сфере оплаты труда и оформления трудовых отношений. Ага, то есть всем, кто не нарушает данные статьи законов, вы к ним не будете идти, вас бояться не стоит. То есть боятся только те, кто чувствует за собой грешки. Ну, образно говоря. Правильно я понимаю? Просто объясните на руках. Очень много шума вокруг этого, что вы карательный орган. Мы можем четко сказать, я могу сказать четко, что в случае, если нарушения действующего законодательства нет, соответственно, никакие финансовые санкции применены, штрафные не будут. Не будут. Кроме того, постановлением еще определено право проводить разъяснительную работу. Если предприниматель хочет, чтобы ему разъяснили, как правильно применять действующее законодательство, такие функции у нас тоже есть. То есть можно из-за консультации к вам, как и к фискальной службе? Да. Замечательно. То есть у вас не только карательные функции, но и вспомогательные функции, разъяснительные. Ну, о том, когда, что конкретно входит в ваши функции, как вы будете выходить с проверками, когда эти первые ревизии будут осуществляться. И правда ли, что вы можете прийти на предприятие без проверок. Об этом все. Мы не только об этом, правах и обязанностях, но и наказаниях мы поговорим чуть попозже, но пока о проверках, точнее о моратории на проверки, о том, что сегодня, к сожалению, у нас ситуация такая, что предприниматель должен быть законопослушным, вернее, к счастью. И на это направлены все силы, всех без исключения структур. Я очень рада, что фискальная служба, честно говоря, за много-много лет независимости, более 25 лет, мы говорим о том, что мы работаем для предпринимателя и во благо предпринимателя, вы его партнер, вы его консультант во всем, как работает во многих европейских странах. Я хочу спросить у вас, Лариса, скажите, пожалуйста, учитывая то, что мораторий, как вам удается все-таки без проверок находить контакты и не только там заставлять предпринимателей платить все зарплаты не в конвертах, а как оно положено, ну и еще и пополнять бюджет. Ну, заставлять мы никого не можем, потому что я, как уже говорю неоднократно, что это все исходит из нашего сердца. То есть это каждый порядочный гражданин Украины, особенно наша Днепропетровская область, потому что наша Днепропетровская область по отношению вообще к общему украинскому показателю имеет наименьшее количество минимизаторов по заработной плате. Мы находимся на первом месте. Вот, а соблюдать налоговое законодательство должны не только предприниматели, но и юридические лица. В основном мы работаем на доверительном отношении. Проверок у нас как таковых нет. Только на доверительном, только разъяснительного характера, доверительного характера может вызвать у налогоплательщика, то есть положительный результат. Как говорится, карательного метода никакого нет, потому что карательный метод, он идет обычно, человек принимает колка в адрес свой, карательный метод. У нас на сегодняшний момент, мы вот с начала года провели беседы с субъектами хозяйства, не только предпринимателями, но и юридическими лицами. Вот более 1600 субъектов хозяйства, с которыми мы провели беседы. Это только за 4 месяца, образно говоря. Это только индивидуальные беседы. Начиналось это все с того, что мы разъясняли характер выплаты минимальной заработной платы. То, что у нас с 1 января уже минимальная заработная плата составила 3200 гривен. То есть мы наперед просматривали, у кого у нас, например, сминимизирована заработная плата. Общались с людьми, чтобы они повышали своим сотрудникам заработную плату до минимального уровня. То есть каждому давали разъяснительные беседы. Только разъяснительного характера. Либо это было обращение письменно за подписью руководителей о том, что вы пересмотрите, пожалуйста, фонд оплаты труда, чтобы у вас соответствующий был фонд оплаты труда, что нарушение трудового законодательства – это работа не в правовом поле. Но ведь эта колоссальная работа была до этого проведена, потому что у нас единый налог уменьшился, получается, с 40 до 22 процентов. То есть уследите, насколько минимизированы отчисления. Мы работали наперед. То есть мы просчитали анализ, сделали предварительно по концу года. То есть сколько у нас, какой процент у нас будет снижение единого взноса. И на какой процент можно поднять уровень зарплаты. Но вот Днепропетровская область по анализу, то есть по общему анализу, то есть не в разрезе, там платят, по общему анализу, показала, что у нас большая часть плательщиков – это добросовестные, которые подняли уровень заработной платы. Это реально видно по нашим показателям. Потому что вот за 4 месяца, за счет того, что мы переговорили с нашими налогоплательщиками, в бюджет поступило только налога на доходы физических лиц 5,8 миллионов гривен. Это большая сумма. Это дополнительно, помимо тех платежей, которые идут обязательно в бюджет. Военного сбора, ну военный сбор, он идет там полтора процента ставка, ну 0,5 миллионов гривен. И единого социального взноса… Но это же получается вот уже нового размера пенсии. Да, да, да. И единого взноса… Ой, простите, зарплата. Зарплата, да. И единого взноса 7,1 миллиона. А единый взнос – это прежде всего выплата пенсий, пособий. Это как бы поднимает уровень выплаты пенсий, соответствующий уже пенсионерам. Поэтому работа ведется у нас очень тесно с нашими комиссиями, которые созданы при органах государственной власти. То есть у нас… То есть комиссия Татьяны вам в помощь, правильно я понимаю? Нет, у нас комиссия совместно идет. То есть там у нас есть органы исполнительной власти, включая и управление труда, и фискальные службы, включая. То есть оно идет в общем. И налогоплательщики, которые по оперативным только данным, то есть мы предварительно анализируем, выплачивают зарплату ниже минимального уровня. Вот мы вызываем тех налогоплательщиков, беседуем с ними. И соответственно, вот уже налогоплательщик после беседы, то есть беседы доверительного характера, поднимает уровень зарплаты. То есть он поднимает уровень заработной платы. Потому что вот из 1612, 1590, это фактически проверено. 99 процентов. Да, это фактически, это не то, что цифра надутая, это фактически проверенная цифра согласно отчетам действия. То есть ведется анализ на 1-1 2017 года и на сегодняшний момент. И реальная картина, это действительность в разрезе предприятий подняли за уровень заработной платы. То есть, ну получается, если за 4 месяца 1612 доверительных бесед, это в месяц по 400, где силы черпаете, для беседы, объяснения, разъяснения так, чтобы потом выйти на 99 процентов понимания. Разъяснительного характера не только можно вызвать человека и рассказать ему. Обычно это вот тот, кто приходит в налогу и сдает отчеты на бумажных носителях, например, не в электронном. Но больше сейчас в электронном, а тот, кто на бумажных носителях, те люди зачастую, они далеки от наших технологий электронных. И они, получается, приходят уже в инспекцию и наши проводные специалисты разъясняют им, как правильно в нашей То есть, вы здесь и помогаете им, как правильно перейти на новую службу, собственно говоря. И что мы рассказываем, чем чревато, чем потом чревато. Мы рассказываем, чем чревато для наемного сотрудника, если ему не хватит 2 месяца стажа, и это будет обидно. И если он будет доплачивать, а если это год-два, если он, как сейчас по пенсионной реформе, будет доплачивать 704 гривны за каждый месяц, это выскакивает большая сумма. Да, это сразу большая сумма. То есть, нужно разъяснять, что нужно платить сейчас, потихоньку, платить сейчас. А уже, когда придет пенсионный возраст, а мы к нему все когда-то подойдем. В том числе и предприниматели. Да, и предприниматели в том числе. То есть, у нас уже будет результат. То есть, не будем обращаться назад, а почему же я не сделала тогда вот так, как нам трактовало наше законодательство, украинское законодательство. Поэтому только разъяснительного характера. Для человека доходит только разъяснительный характер, но никак не тиск. Вот обидно, когда недостает всего 2 месяца пенсионного стажа. Виктория, скажите, таких случаев действительно бывают? И как часто таких случаев? И почему эти случаи бывают? Я хочу обратить внимание на то, что такое страховой стаж. Вот с января 2004 года у нас была первая пенсионная реформа, что называется. То есть, ввели понятие страховой стаж. Если до этого стаж людям считался по записи в трудовой книжке, то с января 2004 года считается для пенсии страховой стаж с учетом уплаченных страховых взносов. И страховой взнос должен быть не меньше минимального страхового взноса. То есть, уплаченный с минимальной заработной платой. Вот у нас сегодня 3200 минимальная зарплата, 22% один износ. Значит, 704 гривны в месяц за человека должны платить. Виктория, я хочу, чтобы мы объяснили людям, которые сегодня работают в киосках, которые сегодня работают в сфере услуг парикмахеры, визажисты, стилисты и так далее. Вот многие из них уже там наработали опыт, имеют своих клиентов. Это понятно. И многие стараются, образно говоря, работать на себя. А, у меня там есть трудовая книжечка? Там у меня есть... Где-то лежит и пусть лежит. Ну, последние там лет 10-15, ее никто не заполнял, и это не важно. Важно ли это? Это очень важно. И почему? Потому что запись трудовой книжки... Она ничего не значит? Она на сегодня уже ничего не значит. Важен взнос, уплаченный, ну, на сегодня в налоговую. Но все равно часть от этого взноса идет в пенсионный фонд, это 88%. И мы считаем пенсию на основании того, какой отчет подан в налоговую. Если в налоговую подан отчет по зарплате меньше, чем 3200, то и для пенсии будет посчитан стаж не 30 или 31 календарный месяц, а пропорционально уплаченных взносов. То есть, если полставки это 1600, значит, для пенсии будет учитано 15 дней одного месяца. А так как работодатели любят скрывать, ну, не хотят платить, скажем так, много, они переводят людей на полставки, люди работают. Ну, вот возьмите перевозчиков. И станут рабочие профессии. Перевозчиков, маршруточники, они же не работают по 8 или по 4 часа, они работают и по 12 часов. Я не знаю, как они оформлены, может, они там раз в 3 дня работают, чтобы не нарушать трудовое законодательство. Но если по человеку показано меньше, чем 3200 в отчете в налоговую, а мы ведем реестр застрахованных лиц, у нас отображается отчет этот в разрезе каждого человека, то этот человек, конечно, не имеет полный месяц стажа. Соответственно, он не может, это же не только пенсия. На сегодня единый социальный взнос – это соцстрах, это больничные, это фонд по безработице, потому что они тоже берут данные в нашем реестре застрахованных лиц. Если человек потерял работу, становится на отчет в центр занятости, они у нас берут информацию. И важно, чтобы зарплата была не меньше минимальной, и уплачены взносы были с этой зарплаты. Непростое начало 90-х. Мы все помним, как каждый стремился хоть как-то вылезти из долгов, хоть как-то заработать. Понятно, что тогда были трудовые. Потом предприниматели, мы сразу говорим, это и водители маршруток, это и продавцы в огромном количестве киосков, которые сегодня есть по городу. И те же люди, которые работают в сфере услуг, те же обувщики, те же, образно говоря, я уже сказала, парикмахеры, мастера по маникюру и педикюру. Они почувствовали живую копейку, забрали трудовые, работают сами на себя. Что бы вам хотелось, Виктория, сегодня им сказать? Что они должны? Отложить трудовую и заплатить? Они должны платить в налоговую не меньше, чем 704 гривны, чтобы засчитывался полный месяц стажа. Но я хочу предупредить, что минимальный страховой взнос не обеспечивает достойную пенсию. Это в дальнейшем может быть для права на пенсию. На сегодня, чтобы получить хоть какую-то пенсию, надо иметь 15 лет страхового стажа необходимого, 15, тогда у тебя будет право на пенсию. Если ты хочешь пенсию в размере не меньше, чем минимальная пенсия, на сегодня это 1312 гривен, то тогда у мужчин должно быть 35 лет стажа общего, у женщины 30. И вот эти 90-е очень часто играют нехорошую роль. Потому что мы берем для пенсии данные, которые у нас накоплены с июля 2000 года в реестре застрахованных лиц. С 90-го года по 2000-й у людей может быть пробел. Где-то точечные работы, где-то на подхвате, 10 лет это много. Это вот серьезно. Что вы посоветуете людям? Только официально оформлять отношения. Если это частный предприниматель сам на себя, платить налоговую не меньше и минимального страхового взноса, чтобы стаж шел. Учитывая, что новая пенсионная реформа, если возможно ее примут, то это еще больше страхового стажа. Да, они предполагают увеличить. Но хотя бы, чтобы он был, этот стаж. Надо, чтобы минимальный. Для права на пенсию. Для права на пенсию. Требовать от своих работодателей. То ли это юридическое лицо, то ли это частный предприниматель, который имеет наемных лиц, чтобы людей официально оформляли. Правильно говорите? В киосках сидят люди, у них такое отношение, я не доживу. Часто мы проводим тоже разъяснительную работу, у них говорят, я не доживу. Я по своему опыту работаю в пенсионном фонде, понимая, что все здоровы. Все доживут. Но у нас от этого зависит не только будущее пенсии. Я уже сказала, это центр занятости, это соцстрах, это больничные, это здоровительные путевки, потому что это же единый социальный взнос на 4 фонда расщепляется. Это фонд по несчастным случаям на производстве. И мы назначаем пенсию, мы можем по потере кормильца назначать пенсию. То есть не дай Боже, умрет молодой человек, у него станутся дети, ребенку положена пенсия по потере кормильца. Не дай Боже, под машину попадет на голову, что-то упадет. Мы назначаем пенсию по инвалидности, если есть необходимый страховой стаж, пенсия инвалидности это определенный процент от трудовой пенсии. Но если нет страхового стажа, то тогда человек идет на соцзах и там пособие получает. Это намного меньше, чем пенсия по инвалидности. То есть не надо говорить, что пенсия когда-то будет. Мы сейчас ходим под социальным страхованием все. И защитить, тогда мы имеем право на защиту своих прав. Имеем право на защиту. Если мы платим, мы имеем право на социальную защиту, как я уже сказала, в 4 социальных фондах. Татьяна, ну мы уже раскрыли вам многие карты. В каких сферах больше всего, скорее всего, нарушений. Потому что понятно, что водитель маршрутки, он явно не работает 8 часов в день. Мы это прекрасно понимаем. И мы прекрасно знаем, что не в каждом АТП водитель работает всего там 2 раза в неделю, как гораздо чаще. Мы говорим о огромном количестве киосков, где один продавец оказывается работает почему-то на 30% ставки. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что вы призваны защищать именно простого водителя, именно простого продавца, именно простого мастера-парикмахера в том числе. Я объясню почему. Потому что вот можно сказать, требуйте от своих работодателей, чтобы они вас официально оформляли. Легко сказать, требуйте, если я и так, и возраст меня поджимает, и все, и я боюсь, что меня хотя бы удержали на работе. То есть, если ваша инспекция приходит с проверкой и выявляет таких сотрудников, то без рабочих, без продавца или без водителя не останется предприниматель. Правильно я понимаю? А вы его обяжете все-таки оплатить, как положено, все взносы за своего работника. Правильно я понимаю или нет? Правильно понимаете. И тем более информация, которую мы можем получить от державной фискальной службы, от пенсионного фонда. И можно сейчас говорить об основании проверки? Конкретно. О том, что информация о державной фискальной службе, о несоответствии количестве работников, работодателей, объемом производства, средним показателем за соответствующим видом экономической деятельности, факты нарушения законодательства о труде, выявленные в процессе контрольных полномочий. Вы сейчас говорите о том, я так понимаю, когда вы имеете право прийти с проверкой. Правильно я понимаю? Основания для проведения проверки. Какими документами они регламентируются, можно так сказать? Постановлением номер 295 есть отдельный пункт 5, который говорит нам о том, что инспекционное посещение проводится нашей инспекцией в случае обращения... Мы нашли это постановление, мы долго его искали, хотели удостовериться, что вы действительно имеете право, согласно этого законодательства, прийти с проверкой. Есть такое постановление 295, его очень легко найти, вы нам подсказали, мы очень быстро его нашли, и там есть пункт 5, который регламентирует, когда вы имеете право посещать. Мы не будем сейчас называть... Здесь очень много у вас есть прав, по которым вы имеете право прийти с проверкой. Самые важные. Вы уже начали озвучивать. Продолжите, пожалуйста. То есть это не ваша инициатива и не задекларирована в Горсовете Днепровском? Нет, это четко определенное законодательством основание, для того, чтобы мы пришли и начали проверять. Как я уже говорила, это информация от Державной фискальной службы и ее территориальных органов. Четко определены, какая информация от Державной фискальной службы должна к нам поступить для того, чтобы провести проверку. От Пенсионного фонда Украины и его территориальных органов. В частности, из всех видов информации, которые может подать Пенсионный фонд, я хотела бы выделить то, что волнует больше всего. Сейчас существует ситуация, когда оформляют людей по гражданско-правым договорам. Так вот, если, получается, поступают информации от Пенсионного фонда в отношении работников, которые выполняют работы, предоставляют услуги по гражданско-правым договорам, это, в частности, договора подряда, то, что самое модное, у одного работодателя более года. То есть, если существует договор подрядный или иной гражданско-правой договор, по которому работник выполняет работу более года, это уже основание проверить, не является ли это подменой фактически оформленных трудовых отношений. Потом, кроме информации, которую предоставляет Фискальная служба и Пенсионный фонд, мы имеем право также выходить на проверки, если обращается работник о нарушении отношений его законодательства о труде, по обращению физического лица, в отношении которого нарушены правила оформления трудовых отношений, это и есть вот эти неоформленные лица, которые подпадают под риски в последующем по Пенсионному фонду, по решению суда, по уведомлению правоохранительных органов о нарушении законодательства о труде, по уведомлению должностных лиц органов Государственного надзора контроля о выявленных в ходе выполнения контрольных полномочий признаков нарушения законодательства о труде, также по информации от профсоюзных органов о нарушении прав работников, которые являются членами профсоюза. То есть Вы помощники и профсоюза, правильно? И профсоюза в том числе. Татьяна, скажите, пожалуйста, правда ли, что... Извините, перебью, самое важное, информация получена из средств массовой информации. То есть если к нам попадает информация, печатная... То есть Вы отслеживаете СМИ, и если где-то прозвучало, что кому-то где-то не выплачивает зарплату, или я вот, допустим, сказала, что вот АТП сегодня будет под Вашим пристальным контролем, это значит, что Вы завтра будете акцентировать свое внимание на АТП, и можете туда пройти без предупреждения? Правда ли, что Вы можете пройти без предупреждения? И чем это регламентировано? Этим же постановлением 295-м предусмотрено наше право прийти, но в момент прихода, соответственно, пришли на предприятие без предупреждения. Пришли, мы должны уведомить о том, руководителя объекта посещения, как это звучит, постановление Кабмина, о том, что мы пришли, и у нас есть информация о нарушении действующего законодательства. Причем это постановление Кабмина полностью перекликается с конвенцией Международной организации труда... Вы знаете, я на всякий случай проверила и конвенцию, на всякий случай, потому что вот слово, что Вы можете прийти без проверок, меня насторожило. Вот честно говорю, раньше там, я помню, контрольная резидентная служба была, которая за 10 дней должна была уведомить, и другие органы должны за 10 дней хотя бы уведомить, что они придут с проверкой. Но вот мы проверили конвенцию такие, если я не ошибаюсь, статья 12 конвенции Международной организации инспекции по труду, и предполагают, что первое, что там написано, что Вы имеете право прийти без предупреждения. Да, при этом там же в этой конвенции указывается, что в любое время суток. В любое время суток, то есть и ночью? Это да, это ночью, если постоянный процесс происходит производственный, то в случае получения информации, конечно, если это технологический процесс длится. Хорошо, давайте возьмем обычные отрасли, кафе, рестораны, да, они работают же круглосуточно. Вы что, можете прийти с проверкой АТП, которая работает до 12 ночи, образно говоря? Да, постановление Кабмина это позволяет, и это не нарушает никакое законодательство Украины. Хорошо, Вы сказали о том, когда Вы можете, на что у Вас нет права тогда? Уже очень много у Вас права, на что Вы не имеете права. Постановление Кабмина этом же ограничено, что ограничены наши права, мы не имеем права в последующем разглашать в течение трех лет инспектора по труду информацию, которая стала нам известна, там, коммерческая тайна, особые процессы производства и так далее, и так далее. То есть запрещается нам также самостоятельно делать расчеты на предприятии, то есть подменять с собой работников предприятия. Мы также не можем выступать арбитром в коллективных трудовых спорах. То есть это же 295, да? Да, 295-я постанова. Постанова от 26 апреля этого года, она регламентирует как Ваши права и обязанности, так и то, на что Вы не имеете никаких прав и обязанностей. И кроме того, она содержит в себе права работодателей. Здесь же каждый работодатель может узнать о своих правах и обязанностях, скажу откровенно, изучить все досконально. Ну, просто сил не было. Я надеюсь, что это больше надо все-таки предпринимателям. Скажите, Паша, Лариса, Виктория, это все-таки с местными усилиями карательный орган, или как, ну, на Ваш взгляд, или все-таки вспомогательный для каждого работающего человека? Я так думаю, что вот это постановление, оно будет вспомогательным документом, потому что, наверное, каждый работодатель, уже пора каждому работодателю задуматься о том, что нужно оформлять и действовать согласно нашего законодательства. То есть не как-то уклоняться, а, наверное, уже пора наводить порядок у себя в своей деятельности. То есть наводить порядок не только заключая договора с другими фирмами и получая, но еще и наводить порядок с наемными лицами, потому что страдает прежде всего человек. Нарушение прав человека у нас защищается Конституцией Украины. Поэтому я считаю, что каждому субъекту хозяйствования нужно уже на сегодняшний момент задуматься и принять законодательство, которое, постановление... Страны, в которой ты живешь. Да, ты живешь, и как в других странах. Ты получил доход, ты пришел, заплатил налоги, сборы и так далее, и ты спишь себе спокойно. Я так думаю, что и сейчас уже надо к этому приходить всем. Скажите, пожалуйста, если Татьяна будет вот таким тоже вспомогательным органом и для Вас, ее инспекция, скажите, порадуетесь ли Вы за тех же водителей, за тех же продавщиц, которые работают, извините, иногда под 14 часов в день? Знаете, когда люди приходят на прием, вот в налоговую сейчас больше отчеты сдавать, а к нам уже приходят, когда, ну, прижало, знаете, вот так вот. Некоторые приходят в 50, задумывая, что 10 лет осталось до пенсии, до 60, а что у меня там в реестре застрахованных лиц, и оказывается, что за 10 лет он не нагонит необходимых 35 лет стажа, что уже время упущено. А некоторые приходят, вот действительно вот заболели, и они говорят, я не могу физически дальше работать. Ну вот так случилось, потому что, правильно говорить, в основном это рабочие профессии, которые быстро теряют здоровье. И начинаешь смотреть, а человек не имеет права ни на досрочную пенсию, ни на мини-пенсию, ни на какую. То есть человеку надо дорабатывать, да, надо дорабатывать, потому что нет страхового стажа. Поэтому это действительно очень хорошо, это вспомогательный орган. Да и если примут новое пенсионное законодательство, то не будет у них денег, чтобы купить этот страховой стаж, потому что они всю жизнь... Ну, на сегодня есть понятие добровольного страхования, можно докупить, но это очень, это правильно сказали, в месяц 704 гривны. Если не хватает 5 лет стажа, 704 умножить на 12, умножить на 5. Но это баснословные деньги, никто, конечно, их не имеет. И пенсия той не захочется, и ты до конца жизни ее, как бы, не заработаешь столько, ну, не получишь столько пенсии. Это очень хорошо, и я вам скажу, что люди боятся обращаться. Вот есть у вас постановление, что по звернанию наемного работника очень боятся. Они говорят за мной, ну, меня могут уволить, я боюсь. То есть, ну, как, они узнают, что нет стажа, и идут продолжать работать на тех условиях, которые диктует работодатель. А вот скажите, пожалуйста, я понимаю, что не каждый работник решится написать, ну, жалобу, образно говоря, в инспекцию под... Никто не решится. Татьяна, вопрос к вам. Можно ли это заявление, сообщение сделать анонимно? В постановлении Кабмина 295 указывается на то, что мы имеем право не разглашать информацию об источнике данной информации. Вы радуетесь? Они боятся. Они послушали, все поняли и пошли. Ну, я очень надеюсь, что... Сколько у нас физических лет предпринимателей? Более 140 тысяч. Более 140 тысяч? Да, но я хочу обратить внимание, у нас каждая ступенька, это идет продвижение. Если кто-то первый начнет, вначале, да, будет тяжело, будет, потому что многие могут быть, ну, как на войне, ты идешь вперед, а потом за тобой дальше идет, то есть... Нарабатываешь практикую, стратегию, да. Поэтому я хочу сказать, что если кто-то первый пойдет, и пойдут такие вот добросовестные люди, которые будут говорить, что вот здесь нарушаются мои права, в конце концов, дойдет до работодателя о том, что нужно оформлять наемных людей соответствующим трудовым законодательствам. Дойдет. Ну, знаете, я очень надеюсь, что не только о пряникам, но и кнутом дойдет. И я хочу поговорить о штрафных санкциях, потому что... Там есть еще маленькое замечание насчет поступательного. Мы тоже в Пенсионном фонде анализируем ситуацию, и мы проанализировали, вот сколько людей получало 1600, зарплату в декабре месяце, и там 3200, и больше 3200. Это была половина, где-то, ну, больше, не большая часть, у общего количества застрахованных лиц. Когда в январе сделали зарплату 3200, все моментально подтянулись под... Вот те, у кого официально идет, моментально подтянулись под 3200, на всякий случай сделали 3500, чтобы уже не приставали. То есть те люди, которые понимают, что надо... Уже до этого понимали, что надо официально принять работников. Уже понимали, да. Вот если я буду показывать 1600, меня точно не тронут. Ушел с того, чтобы вообще заявлять, что у него есть предприятия таких, и что они платят... Не, ну вот я так подраздреваю, что есть так и терегулиц, которые до последнего сидят и не хочет, выжидает. А есть, которые просто... Они законодательно, они знают, что вот если я заплачу 3200, ну, ко мне вопросов не будет. Ну, иначе придется заплатить 320 тысяч. Ну, конечно. То есть им так как-то спокойнее, да? На сегодняшний момент мы проводим такой разъяснительный характер, ну, с учетом вот заработной платы 3200, чтобы все-таки... У нас есть управление статистики, где высвечивается средняя заработная плата по каждому виду деятельности. И вот мы сейчас, когда проводим анализ, мы смотрим обороты, какие обороты у предприятий, например, у физических лиц, и точно так же разъяснительным характером доводим, чтобы они все-таки смотрели на эту среднюю зарплату по Днепропетровской области с учетом средней зарплаты по Украине и доводили до среднего показателя. То есть не подняли 3200, да, не подняли 3200, и сижу себе спокойно. А именно нужно доводить на сегодняшний момент заработную плату до среднего показателя по конкретной галузе. То есть сельское хозяйство, там одна перевозка, там другая зарплата. То есть все это в управлении статистики у нас ведется. И может каждый зайти и посмотреть, какая средняя заработная плата у нас по той или иной... Это можно найти у вас на сайте? Это в управлении статистики. Управлении статистики? Да, в управлении статистики зайти. Даже можно просто написать средняя зарплата по Днепропетровской области, и там уже идет и сразу же показатель по Украине. Татьяна, если не поднимает заработную плату на протяжении года предприниматель или промышленник, вы имеете право к нему прийти с проверкой? И какой штраф вы можете наложить? Действительно, мы имеем право прийти с проверкой. Информацию будем получать от Пенсионного фонда Державного фискального и от Держстата, я его забыла упомянуть. И после того, как будет проведена проверка, если действительно данный факт подтвердится, не будет никаких там объяснений, почему такое произошло. Действительно, есть основания для наложения штрафов. Штрафов видов очень много. Да, их несколько, там около 7 или 8 пунктов. Мы выбрали, ну не выбрали, просто хотим показать, что это тоже не штрафы, которые придуманы здесь у нас в городе или депутатами, или мэрией. Это штрафы, которые регламентируют кодекс законов о труде Украины. И я так понимаю, те изменения, которые были внесены буквально с 1 января этого года в статью 265. Итак, давайте рассказывайте, самые большие штрафы за что? Потому что у нас остается буквально 4 минуты. Самый большой штраф это за недопущение к проверке по вопросам допуска работника к работе без оформления трудового договора. То есть это неоформленные лица. И инспекцию не допустили к проверке. Еще раз, пожалуйста, подробнее. Если вы знаете, что у вас есть сигнал, что на этом предприятии есть работник, который не оформлен вообще, вы приходите с проверкой, и только во время проверки предоставляете документы, что вы пришли с проверкой, то они говорят, а мы не пустим, все, идите вон отсюда. 320 тысячи. 320 тысячи. Вы выписываете предписание, а если он не возьмет это предписание? Есть процедура отправки документов, данных, актов, проверки. Все это в 295-й постанове прописано. И еще я хочу сказать, что 320 тысяч это за недопуск, а за 96 тысяч, если нас пустили, все-таки факт подтвердился. За каждого работника. 96 тысяч за каждого работника, если вы выявили такового на предприятии. То есть эти штрафы могут доходить до колоссальных полумиллиона, а то и больше? Да. Скажите, пожалуйста, минимальный размер штрафа, который из-за чего вы можете доложить? Размер штрафа это 3200. Это идет 3200. Нарушение других требований законодательства, кроме предусмотренных абзацем 2-7, которые большие штрафы, части 2 статьи 265. Ну, как пример приведу здесь, это за нарушение в части непредоставления работникам отпуска. Даже если не предоставили отпуск, тоже есть штраф? Да. То есть сотрудник может пожаловаться, вы мне не отпустили в отпуск, потому что не было кого заменить на маршруте? Все нарушения, которые предусмотрены к ЗОТам, и не подпадают... Затем, если оформляют на 30% ставки только людей, если такие случаи люди сжалуются... Надо смотреть, потому что законодательство на 30% ставки, это неполный рабочий день. Действительно ли он работает данный неполный рабочий день, или у него по приказу предприятия предусмотрено, что неполный рабочий день, но мы видим, что он не только полный. Ну, а 12 часов? 12 и 14 часов тоже есть основания. Скажите, Татьяна, ваша инспекция работает с конца февраля, уже есть к вам обращения? Да, у нас обращения поступали. Во-первых, приходит обращение с горячей линии облдержадминистрации, горячей линии президента. То есть они тоже вам пересылают, спускают информацию? Нам спускают информацию, приходит информация. Называть фамилии, имена, отчества тех, кто обращался через данные горячей линии, я не могу, поскольку защита персоналя... Запрощено законодательством, да. Но работа по данным обращениям уже идет. Хорошо, я так понимаю, что это не пустые слова, и раз эти люди обращались и в вышестоящие органы, значит, там действительно идет нарушение трудового законодательства. Очень мало времени. Скажите, когда будут первые инспекции, кому можем сегодня сказать, и каким сферам к вам едет ревизор? Ко всем недобросовестным работодателям. Хорошо, в данный момент, на данный момент, сколько таких предприятий уже вы наметили? И когда это может случиться? Мы не намечали, мы ждем информацию, которая должна нам поступить, и с учетом той информации, которая у нас уже есть. Ну, 5-го числа, уже месяч нам выдают. Татьяна, первая проверка, когда планируете существовать? Мы планируем в качестве инспекции по труду, а именно инспекторов по труду, после получения удостоверений инспектора о труде, которое будет выдавать держпрации по форме, утвержденной в Минсоциальной политике. Поскольку бюджет на ваших сотрудников утвердили только буквально на сессии на прошлой неделе, я так понимаю, что вы оформляете штат, и скольки сотрудников? У нас предусмотрена штатная численность 10 человек. Вы получите удостоверение и можете осуществлять ревизии. Я вас поняла. Спасибо вам за полезную информацию. Сегодня мы вновь говорили о гранях наших будней, о том, когда и почему может прийти инспектор по труду, почему так важен страховой стаж, как не упустить ни одного года, ни одного месяца, и насколько законопослушными стали предприниматели. Спасибо нашим гостям за интересную, важную и очень полезную информацию. Ну а всем вам, мои дорогие, спасибо, что провели этот вечер в нашей компании. Всем добра, тепла и гармонии в домах и сердцах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok